привет привет всем наделась сегодня вот кардиган он называется да и представляете я еще с того лета потеряла свои очки а сейчас надела думать что в кармане был дыхается то там они конечно дешевые с лиц для салькам по по моему что-то даже не знаю сколько стоит 5 евро по моему но они мне очень нравились и теперь я их нашла вообще прикол а я всю зиму думал где же не мне хотя я думал они в какой-нибудь сумке у меня лежат ну вот они не в сумке лежали а в кармане представляете так мы идем на работу мама по-моему нам она чекетина работать у нас сегодня полный рабочий день суббота как всегда блин как я люблю такую погоду я даже кардиган сняла потому что на улице так классно то есть на работе мне все равно его пришлось снять вот поэтому думаю в машине оставлю тем более машина тут рядышком я чего-то сегодня рано выехал щас твилье ухо прихлопнуло так так наверное идет чарли стойки ждет никакой собаки вот в общем погода замечательная одно не хочет что на следующей неделе обещают уже похолодание опять ну ладно прольвемся смотрите на въезд в город в котором я работаю какая как это назвать очередь все едут на пляже загорать а я с пляжа на работу но как-то вот так пасмурно я нарезала чесночок вот так вот прям добротненько чеснока и вчера вот я отварила фасоль стручковую ну там пару картошек еще есть для мужа в общем я сейчас сюда налью маслицко маслечко оливкового ну растительное и поджарю немножко чесночок и потом когда он обжарится добавлю просто посольку в принципе обед готов оксаночка подсад сегодня родственница какие то тоже не смешные короче она знает что у меня в субботу много народу вот она такая знаете ну типа уложить ее ну причёску сделать оксаночка подсад и то есть знает что субботу я не могу она сама причем были парикмахер и вот а я так как говорится она зашла у меня три человека я ее приходить никак не могу и в общем она это а потом все равно осадок то остался как бы я вроде как отказала не люблю такие ситуации оксаночка 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 вот я и сейчас пишу ну я с них ничего не беру ну как с них естественно родственник как это бродьба вроде как мы с друг друга приходим когда есть время и нет народа вот и чё хотел сказать то забыл а я и говорю пишу в общем осадок остался такой плохой вроде как отказал говорю если хочешь приходи вечером я в обед после обеда тоже откроюсь вот она мне пишет сейчас не не переживай типа я сама как-нибудь они гулять собрались они гулять собрались куда-нибудь там по пиву попить или еще что то вот и типа она это ну блин вчера бы пришла бы вот так обжариваем и вот такое блюдо я просто фасоль стручку вот просто обожаю в любом видео я все равно я сварила после обед вечером уже такая хожу и вверяю в эту кастрюлю как клубничка сейчас на мой себе я уже закончила сейчас там клиентка одна бабушка вот за ней она ну после короны и у нее сил нет я вам много раз говорила в общем я сейчас ее домой подовезу она к чарли который яблоки приносит а мне вот блин на руке мотается маленький лимончик принесла на гостинчик моя у меня дома это же валяется как ее зовут подушку сейчас я наверно назад уберу чарли бы не такие подушка блин а тут как ее открыть то тут ее может оставить вот так вот так оставлю может кому понадобится надо тут немножко вот это сюда положить это сюда кофту сумку сюда это чарлина чтобы она с одной стороны она с дочкой чарли бинго суви по денту с дочкой она вот вот и как бы дойти дошла она уже тоже поджила ее 80 с лишним вот такая хорошая очень клиентка уже надо мной ко мне лет 7 ходит я говорю мне какая разница я говорю на машине же мне все равно мимо ну не мимо конечно там небольшой крюк надо дать вот нет я думаю родственник с собакой зато подушку выбросила правда не там где надо но вот в этом городе знаете мусор выбрасывают где хотят кондер включается что то самое то поэтому может бомжу какому нибудь надо сейчас надо еще чарли держать чтобы он их не сожрал вышла на пляж называется погулять я не знаю что он тут боится но он не хочет выходить прям из машины потому что вот ему что то здесь страшно чарли никого тут нет никто не стреляет что ты боишься на люди вон столько людей на пляже страсть погода прям хорошая знаете солнца нет ничего глаза не слепит блин тяжелая зараза и 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 как всегда с палочкой хорошо хоть палочек много разных чарли ну-ка покажи в этот раз какая у тебя палочка чарли фу фу покажи какая у тебя палочка красивая какая о как ну-ка иди она такая легкая что далеко кидает недалеко кидается вот красавчик бежит бежит чарли сольта 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 мой вен видите он меня на двух языках понимает ой блин на дорогу мультики теня вот какая у тебя палочка да да ой радость что еще тебе кинуть ой 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 вот так ты ее живешь да вот так все похвалил скажи мамка снимай меня снимай как я с палочкой бегу вот какой довольный эх потом так жалко ее выбрасывать хе-хе-хе ой а сейчас мне нужно доехать в алькампу у чарли ни крошки еды нету сегодня клиентка ну вот которую я довозила привезла ему яблоко я говорю принесла но она постоянно ему носит я говорю о как здорово это а то у него это стоит я не могу ぞ ой судьба ну а у него не крошки нет это а то у него не крошки и нет еды я говорю хоть яблоко поест дай я положу это дай вот это положу иди сюда эндаки не отберу я у тебя на своей палочкой она мягко ему не сделает вреда поэтому пускай такая знаете как труха хотя на его нахер жалко ну ничего без палочки обойдешься как что-то брали палочку целоваться будем иди целоваться люди прошли да целоваться по часу да чё такой красивый ну чё ты такой красивый надо поехать я за жратвой хоть ты не любишь он не любит собачий корм и ест его раз в неделю а так он питается моей едой ну третья часть своей еды я уже много раз говорила я отдаю ему там курочку знаете такое чтобы не вредное было хочу сделать маневр такой это не совсем правильный нет там полицейских короче чтобы не крюк не давать огромный задом выехать надо чтобы никто при этом не пострадал я думаю что нам это удалось что так низко ой смотрите прям я вся покраснела такая на свежем воздухе вот а сегодня что он ел сегодня курочку ел с вот этой вот стручковой фасолью делала курочку вот он поел курочку поэтому но все равно как бы душа болит дома вдруг не доел вдруг кушать хочет поэтому поеду сейчас куплю ему корм и ну еще чего-нибудь прихвачу в принципе все как обычно непривычно так открыть увидеть в это время под субботу открыто все потому что у нас же раньше до шести работали вот всякие штуки дрюки а теперь все открыто да посмотрите это кокос на 15 евро стоит кокос кокотерю даже не знала что он так называется кокотерю цветочки хочу посмотреть вот это вот 9 евро стоит вот что такое сиреневая светочки нет ничего хорошего так мне нужен корм оксана корм ничего иначе смотрите что я валькам понашла здесь даже есть молоко пшенное это вообще как без сахара кстати пшенное молоко слушайте ну взять попробовать да потому что мне сейчас на этой неделе нужно будет какой нибудь растительное молоко поэтому возьму попробую и может быть вот такой вот еще взять почему-то все показывают что в испании очень много разных бульонов уже готовых я думала что это везде так пишите в комментариях есть у вас странах тоже такое количество готового бульона то есть здесь любой бульон есть из мяса из курицы есть для рыбы для поэльи для чего только не угон вот смотрите его до какого хотите это просто вот бульон добавил туда макарошки или еще что ты получился суп очень классные очень вкусные вот например мне нужен был один из овощей чтобы не париться я вот просто взяла смотрите сто процентов натура купила и все и готово мне не надо самой покупать там лук картошку все это варить не знаю я думала что это ничего такого что это везде так но почему ты вот куда не посмотрю все ой в испании такое количество готовых бульонов а в других странах разве не так я поправьте меня если нет есть вот разные кубики есть вот картошка вот такая вот готовая есть кстати вот видите и такая картошка в стаканчиках почему то есть многие говорят что нет здесь картошки в стаканчиков кстати я когда искала тоже не могла найти но вот смотрите она есть есть разные супы готовые тоже вот например крем-суп из овощей такие вот видите здесь морковка картошка и тыква вот из грибов то есть уже готовы разогрел и все есть вот такие вот разные крема вкусненькие там в пакетиках супы там китайские супы то есть на любой выбор на любой вкус это в каждом магазине такое продается но я думаю что это никакой не новшество ничего такого не знаю немножко так прикупила сейчас скажу что короче вот такой вот бульон из овощей он стоит рубль 69 потом сок себе скупила из гранат яблока и черной смородины здесь прям состав только вот именно то что назвала яблочный сок больше всего конечно но здесь нет ни сахара я попробовала такой терпкий натуральный короче так потом бибида де сохо сухо это соевое молоко ванильное такое взяла для кофе с утра пить потом еще вот для чарли 8 евро стоит еда вот такая ягненок взяла попробовать ему не знаю я ему всегда покупаю вот ультима с курица это вот что-то взяла попробовать тут вроде бы как хороший состав вот и на первом месте стоит ягненок они всякие там если даже знаете бывает дорогой и хороший корм но у него на первом месте стоит рис то это уже фигня на постном масле на первом месте в корме собачьим да и кошачьим любом должно стоять мясо вот так же например как и в молоко в сливочном масле если стоит не сливки на первом месте то это уже не сливочное масло а здесь вроде бы я почитала вот для маленьких собак ну где-то здесь поверьте мне на слово взяла попробовать это я сейчас у меня прям очень интересно что это за молоко пшеничное пшенное или пшенное прям вот очень интересно поэтому может быть это уже пшенная каша сейчас я буду пробовать на ваше усмотрение на ваших глазах и пишите в комментариях продается ли оно у вас пшенное молоко интересно кашу на ней пшенную сварить кстати хорошая идея слушайте пшеном отдают вообще вкусное какое прям вот знаете как будто каша пшенная только без пшена обалденно и без сахара а сладкое советую 55 килокалорий на 100 грамм классная вообще даже не ожидала знаете стоит оно 2.35 такой сладкий вкус остается мужа купила он вот такой любит мандариновый сок но здесь есть сахар если я не ошибаюсь а я никогда не ошибаюсь как у нас укор да с сахаром так рубль 29 стоит купила вот такой вот пасту фила тесто фила она у нас стоит блин что ты не вижу ни хрена рубль 89 а для мороженое у мороженого вот такие вот печенье они 39 копеек стоит 2.99 тофу она уже идет с как бы для супа для супа миху 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 господи в общем с водорослями идет и миху что ли суп то называли миху нет мису суп мису по моему блин да где то что же было же написано мису 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 для суп в общем тоже поверьте мне на слову и вот такой хлеб взяла рубль 27 из лаков потому что смогли в мой хлеб я же пекула с яйцами и молоком он мне не подходит ближайшее время поэтому вот так а еще смотрите какие мне клиентка принесла ой лимончики есть такие мандарины а это вот она мне лимончики принесла такие прикольные она говорит начались чарли принесла это яблоко а тебе говорит мандари ой лимончики обожаю такой закрытия знаете вот так вот идет ну как вкусно пахнет кстати не вот это а вот то так он прям хочет жрать он стоит ломается ешь ягненок это ягненок ешь скажи мам сама жри вот это вот стоит и думает что с этим делать ну чё поезд я-то переживала вдруг ребенок голодный а он так вот такие дела так я сейчас буду чай пить друзья и завтра встретимся с вами на новом влоге у меня завтра будет день такой необычный так что кто не подписан обязательно подписывайтесь ставьте лайки и пишите ваши комментарии всего самого лучшего всем пока пока